Алоха, не могу не поделиться приятными и не очень новостями по поводу первого фалда за 15 тысяч рублей. Я не знаю как, но я походу сделал сеть. Смотрите. 4G? Половина антенн, у меня все телефоны тут так ловят, то есть он ловит ее так как надо. Вот давайте я выйду на балкон. И все, связь полная. Как так, спросите меня? Я не знаю. Все, что я сделал, это отклеил заднюю крышку, открутил вот здесь вот пластиковую накладку, как раз таки с антенной GSM, или с ее частью, или там не только она. Увидел, что на нижней плате не прикручены, вернее отсутствуют винты вокруг Type-C разъема. Попутно, как обычно, я обосрался. Я надорвала на все антенну внутри. Так что мне теперь прибавил к списку недостающих запчастей, прибавилась еще одна пластиковая накладка. Обнаружил, что она почему-то прикручена разными винтами, то есть там был один винтик короткий. Я предположил, что этот короткий винтик как раз таки должен удерживать разъем. Я прикрутил его с той стороны, с которой есть контакты, а контакты на нижней плате с обоих сторон. То есть одни контакты тыкаются в пластиковую накладку, а вторые, группа контактов с обратной стороны, тыкаются в сам корпус. Я притянул винт, я переподключил один из коаксиальных кабелей, который мне показывался странным. Более того, он очень легко вытыкнулся и также легко вставился. Собрал телефон и все работает. Нифига себе, да? Вот, пожалуйста. Кстати, глюк с автономным режимом, когда нажимаешь его, чтобы включить или чтобы выключить, кнопка становится неактивной, серой. То есть такое промежуточное состояние процесса включения или процесса выключения. Этот глюк пропал ровно после того, как появилась сеть. Кстати, тот же самый глюк наблюдается в демоаппаратах, которые в принципе сеть не могут поймать. Этот глюк, он работает следующим образом. Например, ты хочешь включить режим полета. Ты открываешь шторку, нажимаешь на кнопку, она становится слабо синей, то есть она темнее соседних. Давайте покажу. И режим полета включается. Вот смотрите, вот это вот положение, когда она неактивна, не выключена и не включена. Вот так вот она и висит. Вот он включился. И когда шторку убираешь, а потом открываешь ее, то кнопка может стать включенной, а может и нет. А если зайти вот сюда, то уже будет включена. Вот такой вот глюк. А теперь я выключаю режим полета, и он выключается. И сеть появляется. Это что ж получается-то? Хоть он и шлакокрученный, хоть тут мененная крышка, или плата, ну скорее крышка. Так он живой весь получается. Просто кто-то не стал заморачиваться. Продавец, не продавец, непонятно. Тот, у кого я купил барыжды другими телефонами, потихонечку, по чуть-чуть. Вот такая вот история. То есть, ему сейчас что надо? Накладку с NFC-антенной, блок динамиков, накладку вот с этой стороны, которая не влияет, как оказалось, на прием сети. Она просто, видимо, жесткость придает какую-то внутреннюю. Докрутить не хватает недостающие винты, хорошо его заклеить, и все. Он почти в идеале, он исправен. На все 100%. Продолжение следует...